Приветствую всех дорогие друзья и в сегодняшнем видео я хотел бы поделиться с вами мнением о девайсе, который сами ребята из Samsung называют революционным. Samsung Galaxy S5. Поехали! Наверное, многие из вас считают, что я тот еще яблокодрочер, однако же давайте взглянем на все трезво. Разберем то, что мы так не любим. Что скопировала Samsung. В этом году, на мой взгляд, много и нагло как никогда. Такого я прям серьезно не ожидал и до последнего не верил во все эти слухи и фотографии. Начнем, пожалуй, с самого заметного. Дизайна. В этот раз был скопирован цвет, который Apple запустила с iPhone 5s. Да-да, золотой. Цвет, на мой взгляд, безумно глупый и абсолютно ненужный, ведь стоимость якобы золотого смартфона равна той же, что и у черного и серебристого. То есть, по сути, особого статуса это не придает. Однако, корейцы мыслят иначе. Золотой пластик. Ничего глупее не слышал, однако Samsung продолжает упорно повторять все, не думая о том, что получится в итоге. Это еще глупее фальшивой пластиковой кожи на задней крышке Note 3. Золото и алюминий все-таки еще сочетаемые понятия, но пластик, дешевый пластик, покрашенный пластик, ну никак. Ну а также ребята из Samsung решили взять самый популярный цвет iPhone 5s, а именно голубой, и запилить свой S5 в таком же. Хотя все же до 5s мы видели не один цветной смартфон, так что это не так напрягает. Но все же ситуация, думаю, ясна. Они стараются делать то, что будет продаваться. Кстати, я еще ни разу не видел в Германии, чтобы у кого-то был золотой iPhone 5s. Так что на рынок Европы это точно не нацелено. Идем далее. Разумеется, мы увидели сканер отпечатков пальцев. Он также встроен в кнопку домой, правда тут вместо простого прикосновения вам надо свайпнуть пальцем по ней. Этот ход понятен, так как сама кнопка там гораздо меньше, чем у iPhone, и по-другому в принципе никак. Правда, пока я не видел, как это работает. Даже на презентации особого внимания этому не уделили. Видимо, работает все еще не так хорошо, и они будут его допиливать. На самом деле, это все, что скопировала Samsung. Однако, это очень заметные и наглые заимствования. Я, конечно, понимаю, что все-таки всем нужно развиваться, но, блин, не таким способом. А теперь я расскажу вам, что мне в нем понравилось, а что нет. Давайте начнем с задней крышки. Она мне не понравилась. Почему? Да потому что, особенно в этом золотистом цвете, она напоминает очень-очень многое. И не все приятное. К примеру, пластырь, обшивка потолка в стареньких жигулях, крекеры, ну или вентилируемая кожа в автомобиле. Наверное, именно последнее и было взято за идею. Короче, очередная пластиковая кожа. Назовем ее так. Также мне не понравилась якобы инновация с мерением пульса путем подкладывания пальца к вспышке. Но, ребят, ну это не серьезно. Такие замеры можно делать на любом телефоне с Android и iOS. Приложение HardRate. А тут же оно просто встроено в систему, опять же, как отдельное приложение, и это уже инновация. А теперь о том, что понравилось. Камера. 16 мегапикселей. Реально очень крутая. Живым HDR во время съемки видео и фото. Ну а также очень быстрый фокус. 0,3 секунды. iPhone будет помедленнее, хотя до этого он всегда был быстрее. Ну а также влага и пылезащита стандартная IP67. Подождем проблем возникнуть не должно, однако лезть с ним в душ или в ванную не рекомендуется. Затычки, к слову, закрывают только порт для зарядки. Ну, в общем, на мой взгляд, в этом году ни о чем. Galaxy S4 даже поинтереснее смотрелся, несмотря на то, что там ничего нового не представили. Данный аппарат поступит в продажу 11 апреля, а стоить он будет, скорее всего, как и в прошлом году в случае с Galaxy S4, 699 евро в Европе. Правда, если вы все же собираетесь его покупать, то советую месяцок-другой подождать. Скорее всего, цена упадет до 500 евро, как, в принципе, сейчас в Galaxy S4. А на этом, наверное, и все. Делитесь своим мнением о данном аппарате в комментариях к этому видео. В общем-то, подписывайтесь на канал, оценивайте видео, вступайте в группу ВКонтакте, фолловите меня в титре и Инстаграме. До скорых встреч, друзья. Пока!